МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любой боевой корабль – это своеобразная выставка достижений военно-промышленного комплекса своего времени. В его конструкции вооружения заложены результаты самых передовых изысканий науки, инженерной мысли и технологии. 20-е столетие стало по-настоящему золотым веком военного кораблестроения. А начиналось все с могучих броненосцев и дредноутов. Рассказ о них в фильме «Оружие». Суда с паровыми двигателями пришли на смену парусникам в середине 19 века. Первое сражение новейших бронированных боевых кораблей, оснащенных паровыми двигателями, произошло в ходе гражданской войны в США. В марте 1862 года броненосец «Северян Монитер» и корабль «Южан Вирджиния» сошлись в бою на рейде «Хэмптон Роуз». В то время применение таких кораблей граничило с экспериментом. Тактики ведения боя судами с таким серьезным вооружением и защитой попросту не существовало. Главной ударной мощью флотов, ведущих морских держав мира, броненосцы станут лишь через 30-40 лет. В начале 20 века суда этого класса получат название «линкоров» в память о деревянных парусниках прошлого. Многопалубный линейный корабль на протяжении трех столетий являлся основой боевой мощи парусных военных флотов. Со времен англо-голландских войн 17 века и до Ютландского сражения 1916 года исход войны на море решала артиллерийская дуэль. Поэтому корабли выстраивались в линию, так чтобы во время залпа своих орудий быть повернутыми к противнику бортом и достичь максимальной мощи огня. Броненосцы также были предназначены для линейного боя. Во время сражения эти гиганты с мощным вооружением и сильной защитой выстраивались в боевую линию, следуя в кильваторной колонии друг за другом. Но с последующего корабля смотрел на корму предыдущего. Как правило, броненосцы и линкоры действовали в составе боевого соединения, эскадры. Они предназначались для уничтожения кораблей противника и артиллерийской бомбардировки целей на побережье. 5 мая 1869 года на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге произошло знаменательное для русского флота событие. Был заложен первый в России и в мире брустверно-башенный корабль. Он был спроектирован адмиралом Андреем Поповым. Попов Андрей Александрович. Флотоводец, кораблестроитель, полный адмирал. Годы жизни 1821-1898. Закончил морской кадетский корпус. Участник Крымской войны. Командовал отрядами кораблей. Служил начальником эскадры Тихого океана. Один из создателей броненосного флота России. В честь адмирала Попова назван остров в Японском море. В Англии, которая считалась тогда владычицей морей, корабль нового типа был заложен на полгода позже. Чем же он отличался от своих парусных и колесных предшественников? Последняя треть XIX века – это время технической революции в России. Начинается строительство кораблей из металла. Грибные колеса заменены грибными винтами. На корабле не одна паровая машина, а две, два грибных винта. Совершенно новая артиллерия устанавливается на этих кораблях. Башенная артиллерия, нарезная артиллерия. Как вот это было сделано на эскадренном броненосце Петр Великий. Петр Великий – эскадренный броненосец. Длина – 98 метров. Ширина – 19 метров. Водоизмещение – 10105 тонн. Запас хода – 3600 миль. Осадка – 8 метров. Экипаж – 440 человек. Первый русский броненосец имел на вооружении две двухорудийные башни. Калибр каждого орудия составлял 305 миллиметров, а длина ствола достигала 30 калибров. Также в состав вооружения входили 14 артиллерийских орудий меньшего калибра и два подводных торпедных аппарата. Толщина броневого пояса корабля и артиллерийских башен варьировалась от 203 до 365 миллиметров. Корпус броненосца был выполнен из металла по специальной клетчатой системе. Имел двойное дно и для обеспечения непотопляемости разделялся водонепроницаемыми переборками. Две паровые машины мощностью более 8 тысяч лошадиных сил позволяли броненосцу развивать скорость до 14 узлов. В России строительство броненосных кораблей, которые стали предметом гордости и символом военной мощи государства, велось с невиданным размахом. К началу 20 века в составе императорского военно-морского флота насчитывалось 17 тяжелых эскадренных броненосцев. Крупнейшими из них были Петропавловск, Цесаревич, Ретвизан, Пересвет, Победа, Полтава, Севастополь, Чесма и император Павел I. Это модель эскадренного броненосца Петропавловск, одного из крупнейших кораблей того времени, продолживших сирию броненосных кораблей, начатую строительством эскадренного броненосца Петр Великий. С началом русско-японской войны связана одна из самых трагичных страниц истории российского флота. В ночь на 27 января 1904 года, без объявления войны, японские миноносцы напали на русские боевые корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. В результате внезапной атаки из строя были выведены броненосцы Ретвизан, Цесаревич и крейсер Паллада. Вскоре в Порт-Артур прибыл вице-адмирал Макаров, один из выдающихся русских флотоводцев того времени. Он предпринял самые энергичные меры для подготовки флота к активным боевым действиям. И 31 марта Тихоокеанская эскадра вышла навстречу японскому флоту. Однако броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на японских минах и затонул. Сам адмирал погиб. Еще дважды русские корабли предпринимали попытки прорваться из Порт-Артура во Владивосток. И оба раза они заканчивали с неудачей. Эскадра погибла. Японский флот в августе 1904 года высадил десант и приступил к осаде Порт-Артура. Спустя 4 месяца город был сдан. После гибели 1-й Тихоокеанской эскадры из состава Балтийского флота была сформирована 2-я эскадра флота Тихого океана. Ее возглавил начальник главного морского штаба, вице-адмирал Зиновий Рожественский. В состав эскадры вошли около 30 кораблей, на вооружении которых находилось 228 артиллерийских орудий. Совершив полугодовой морской переход на Дальний Восток, русские корабли подошли к островам Цусима, где их ждал японский флот адмирала Тога. В его составе насчитывалось более 120 боевых кораблей, на вооружении которых находилось свыше 900 артиллерийских орудий. Огневой мощью японский флот превосходил русскую эскадру в 4,5 раза. Исход предстоящего сражения был заранее предрешен. Подавляющее большинство русских кораблей погибли в бою с превосходящими силами противника. Трагедии порт Артура и Цусимы заставили русских корабелов пересмотреть концепцию строительства больших броненосных кораблей. В 1907 году в России была утверждена программа постройки четырех броненосцев нового типа – линейных кораблей. Было рассмотрено 40 проектов, из них 8 – от известных иностранных судостроительных заводов. В апреле 1907 года император Николай II одобрил один из четырех вариантов разработанной морским генеральным штабом судостроительной программы. Ее целью являлось восполнение утраченного в ходе русско-японской войны корабельного состава. Предусматривалось строительство семи линейных кораблей нового, так называемого, дредноутного типа. Дредноут – британский линкор, родоначальник нового класса этих кораблей, названных в его честь. Построен в 1906 году. Своим появлением мгновенно сделал устаревшими все броненосцы. Во всех отношениях дредноут являлся самым сложным техническим устройством своего времени. Его имя стало нарицательным для всех новых линейных кораблей, имевших большое число пушек главного калибра. Головным в серии новых русских дредноутов стал Севастополь. Водоизмещение корабля составляло 23 тысячи тонн. На вооружении линкора находилось 12 орудий калибра 305 мм, 16 орудий калибра 120 мм, а также 4 торпедных аппарата. К началу Первой мировой войны было построено и введено в боевой состав флота еще три линкора этой серии – Петропавловск, Полтава и Гангут. В дальнейшем было построено дополнительно три линкора так называемой Черноморской модернизированной серии. В годы Первой и Второй мировой войн огневая мощь русских линкоров в основном использовалась для артиллерийской поддержки действий сухопутных войск на приморских направлениях. Продолжение следует...